В 2005 году губернатор приехал и перерезал ленточку и открылось наше учреждение. В начале было всего 37 ребятишек. Сейчас мы выходим уже на проектную мощность 80 человек. Плюс тому присоединили детский сад. Там в детском саду 100 человек детей. В этом году у нас началось строительство нового здания садика. Очень рады мы этому, потому что у нас большая рождаемость в деревне. Летние каникулы – самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих способностей и совершенствования возможностей ребенка. Вовлечение детей в новые социальные связи, удовлетворение индивидуальных интересов и потребностей. Именно на воплощение этих простых истин в жизнь направлены усилия взрослых деревне-робитицы. Летом, уже много лет, ну допустим даже вот пятый год, у нас работает трудовой отряд школьников. Это ребята, проживающие на территории нашего поселения, но учащихся в Большой Вруды и Первой школы. Летнюю оздоровительную площадку посещают дети нашего учреждения. Их сегодня 29. Мы очень рады, дети ходят с удовольствием, проводятся различные мероприятия. Ну например, вот одно из самых, это уже много лет подряд, мы проводим большую акцию «Дети против наркотиков» в областную акцию участвуем. Выезжаем в другие школы района. Позапрошлым году мы ездили даже по всем структурам нашего Волосова, начиная с главы администрации, начиная с комитета образования, Татьяна Валентиновна Фалёва были в гостях, комиссии по делам несовершеннолетних, прокуратура, пожарка, в общем все структуры. Летом жить детям интересно. Летние каникулы – это период, когда дети могут сделать свою жизнь полной интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут научиться петь, играть, танцевать, с пользой провести свободное время. Именно такие возможности для каждого ребенка открывают детские оздоровительные лагеря. «Дети – наши школьники с 1 по 4 класс, ну и ребята трудового отряда – это 14-15-летние подростки будущей нашей деревни. С утра, с 9 часов они приходят, завтрак, двухразовое питание, причем очень хорошее питание, 160 рублей на одного ребенка в день – это достаточно. Они получают полный комплекс молока, фруктов, овощей и балуем мы их, конечно, мороженым и шоколадом». В каникулы ребенок может общаться с кем хочет, и этот выбор делает он сам. И главное – в период организации отдыха в детских центрах направить в надежное русло эти знакомства и общения. «Это все за счет администрации нашего Волосовского района, потому что из муниципального бюджета выделены деньги для этих ребятишек. Плюс там у трудовой отряда они получат заработную плату, они приняты официально на работу, по трудовой книжке у них, по контракту, по договору, как положено». Организация летнего отдыха – один из важных аспектов образовательной деятельности. Организованная деятельность детей в летний период позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в течение всего года. Андрей Юрьевич, нам интересно, каково будет дальнейшее развитие нашей деревни? Робитецкое сельское поселение включает в себя не только деревню Робитицы, но и еще остальные четыре деревни. Получается, это у нас Домашковицы, поселок Робитицы, Заханье, Рогатино. Что касается деревни Робитиц, то в этом году мы планируем построить для молодых специалистов многоквартирный дом. То есть те жители, которые работают у нас на селе и которые являются специалистами либо просто работниками, участвуют в программе «Социальное развитие села», это федеральная программа, мы получаем сертификаты. На данный момент у нас уже получено 12 сертификатов, 5 в 2014 году, и в этом году, буквально неделю назад, мы получали еще 7 сертификатов. То есть это молодые семьи, молодые специалисты. Под эти сертификаты у нас будет строиться новый квартирный дом, и молодые семьи, молодые люди смогут заехать. В детском оздоровительном лагере главная не система дел, не мероприятие, а ребенок в деле. Его поступки, его отношение к делу, к друзьям по отряду, к взрослым людям. Именно поэтому День подростков насыщен разнообразными встречами. Также в этом году мы планируем, вот для вас, молодежь, уже провели котировку на 250 тысяч. У 13-го дома мы поставим спортивное оборудование. Ура, 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 ура! Наоборот, надо включать брусья, турники, перекладины, для пресса качать оборудование, и настольный теннис уличный. То есть он не обязательно будет стоять где-то в помещении, но он будет все время находиться на улице. Вот, ну и в планах у нас, конечно, построить, если мы найдем, опять же, не обещаю, если мы найдем землю, потому что деревня у нас маленькая. Если найдем землю, то будем попадать в программу областную также, и хотелось бы построить каток. Каток и хоккейную, получается, коробку. Вот, ну а на самом деле планов много, у нас, если так в целом говорить, и газификация деревень остальных в первоочередном плане стоит. Ну и, конечно же, развитие спорта, развитие жилья для молодежи, чтобы жизнь наша здесь кипела, чтобы молодежь никуда не уезжала.